Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Первый раз в первый класс. Куда? В Заречном изменилась территориальная принадлежность школ. В тех школах, где есть проблемы с комплектованием, в ту или иную сторону, то есть недобор или избыток первоклассников, эти вещи все были отрегулированы. Богоявление Господне. Зареченские службы экстренного реагирования готовятся к крещенским купаниям. Была проведена тренировка с поисково-спасательным отрядом по организации дежурства, то есть распределению обязанностей между спасателями. В том числе отрабатывались приемы оказания первой помощи пострадавшим. Колодцы жизни. Пожарные гидранты на улицах и во дворах Заречного теряются в сугробах. Собственники пожарных гидрантов, балансодержатели и также лица на земельных участках, в которых находятся пожарные гидранты, по требованиям пожарной безопасности, должны своевременно очищать пожарные гидранты от снега и льда. И теперь об этих и других новостях подробнее. 19 января все православное христианство празднует Крещение Господне. По традиции, после освещения природных водоемов в ночь с 18 на 19 января наступает черед людей, желающих окунуться в ледяную купель. Главному управлению МЧС России по Пензенской области рекомендованы 22 места для оборудования прорубей. Среди них пруд зоны отдыха Лесная в Заречном. Подготовка к Крещенской Ордане в городе уже началась. В зоне отдыха Лесная начались работы по оборудованию купели. В ночь с 18 на 19 января по традиции зареченцы придут сюда, чтобы совершить обряд омовения. Впрочем, многие горожане уверены, что купание в проруби совсем не обязательный ритуал Крещенской ночи. Купаться мы не ходим. Ну, в храм ходим. В храм там службу отстоим, водички наберем, потом домой приходим. Побрызгаем этой водичкой все, всю квартиру. Наверное, у каждого должно быть в душе свое, да. Ну, я как-то вот как истинная христианка, хоть я и не очень так часто хожу в церковь, но тем не менее, я как-то, мне передано это, наверное, с моими предками, с бабушками, с дедушками, с мамами. Ну, в общем, я как-то вот с репетом этот вот день воспринимаю. Зареченцы, которые все же захотят Крещенскую ночь окунуться в прорубь, смогут это сделать в зоне отдыха Лесная. Здесь будет специально оборудованная купель. Для горожан установят раздевалки, сделают деревянные настилы. У нас купание будет проходить с соблюдением всех норм санитарно-гигиенических, да, то есть это соблюдение дистанции должно быть между купающимся и нахождение в проруби там по одному человеку. То есть будет организован, что вход-выход в разные лестницы. В Крещенскую ночь к месту купания на лесном пруду подведут освещение. Рядом с Иорданью организуют дежурство бригады скорой медицинской помощи, наряды полиции и сотрудников поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты. В рамках подготовки к предстоящей работе на водоеме спасатели поучаствовали в тренировке. Была проведена тренировка с поисково-спасательным отрядом по организации дежурства, то есть распределению обязанностей между спасателями. В том числе отрабатывались приемы оказания первой помощи пострадавшим. Спасатели рекомендуют совершать обряд омовения только горожанам, у которых нет проблем со здоровьем. Всем остальным лучше воздержаться от купания в проруби. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Профессиональный праздник отметили сотрудники Следственного комитета Российской Федерации. Этот государственный орган был создан в 2011 году на базе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Сделать Следственный комитет независимой государственной структурой первым предложил Петр I. Результатом его судебной реформы стало разделение уголовного процесса на предварительное расследование и судебное разбирательство. Таким образом, в 1713 году появляются первые подобные специализированные органы, называемые майорскими следственными канцеляриями. Они были в подчинении самого императора и занимались расследованиями серьезных преступлений. Взяточничество, казнократство, служебных подлогов, мошенничество. Однако сразу после смерти первого императора Всероссийского следственные органы были упразднены. В 2011 году все же вернулись к модели Петра I. Сегодня Следственный комитет – абсолютно самостоятельный орган. О том, какие преступления в современной России входят в юрисдикцию Следственного комитета, какие громкие дела были раскрыты его сотрудниками в нашем городе в прошедшем году, расскажет руководитель Зареченского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области Рустам Сайфулин. Интервью в студии, после рекламы, а пока к другим новостям. Более 87 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено в России за последние три дня. Общее число инфицированных за всю пандемию превысило 10 миллионов 830 тысяч, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Выписаны по выздоровлению за трое суток на 18 с лишним тысяч человек меньше, чем заболели. Скончались более 2000 россиян. За все время вылечились свыше 9 миллионов 800 тысяч жителей страны. Жертвами заболевания стали почти 322 тысячи пациентов. В Пензенской области за последние трое суток подтверждено 494 факта инфицирования COVID-19. С начала пандемии коронавирусом заразились почти 104 тысячи 800 человек. Выздоровели около 94 тысяч 300. 4 тысячи 783 жители региона скончались. Смерть 25 пациентов зарегистрирована за последние три дня. Обильные снегопады не только доставляют неудобства горожанам и вынуждают коммунальные службы работать практически круглосуточно. Снег несет угрозу и, как это ни странно, пожарной безопасности. Зачастую автовладельцы, расчищая парковку, не задумываясь, засыпают снегом пожарные гидранты, а порой и указатели, обозначающие их местонахождение. Впоследствии этого вполне понятны. В случае необходимости сотрудники МЧС не смогут подключиться к аварийному водопроводу, а значит и оперативно потушить пожар. Тему продолжит Ксения Тризна. Пожарные гидранты обозначаются специальными указателями. Вот для примера. Для указателя есть номер пожарного гидранта и расстояние для него, указанные стрелочками и цифрами. То есть вот для примера цифра 7. То есть 7 метров прямо и 2 метра направо. По указанным координатам легко обнаружить люк пожарного гидранта. Однако сейчас это можно сделать не везде. После обильных осадков часть крышек скрылась под снегом. Виной тому не только стихия, но и люди. Нередко пожарные гидранты оказываются под толщей снега после расчистки улиц и парковок. Это чревато серьезными проблемами. В случае пожара быстро добраться до воды огнеборцы не смогут. Откапывая гидрант из-под снега и льда, пожарные потеряют драгоценное время. При этом площадь возгорания увеличится, а люди не дождутся помощи. Чтобы такого не случилось, сотрудники МЧС проверяют состояние аварийных источников водоснабжения. Собственники пожарных гидрантов, балансодержатели и также лица на земельных участках, в которых находятся пожарные гидранты, по требованиям пожарной безопасности, должны своевременно очищать пожарные гидранты от снега и льда, чтобы в случае уникновения пожара пожарные подразделения могли воспользоваться без всяких промедлений и задержек для подачи воды на нужный пожаротушение. Снег – явление сезонное, а вот стоящий на крышках люков личный автотранспорт горожан можно увидеть в любое время года. Между тем, такая парковка тоже считается нарушением правил пожарной безопасности. Часть пожарных гидрантов расположена на проезжей части, либо на стоянках, и в городе достаточно большое количество транспортных средств. Некоторые владельцы по незнанию ставят свои транспортные средства на крышке люков пожарных гидрантов, что в случае пожара будет затруднять тушение зданий. Чтобы этого не допустить, сотрудники МЧС устанавливают на парковках специальные треноги с обозначением пожарного гидранта. Эти конструкции не позволяют автовладельцам припарковать свой транспорт в неположенном месте. Кроме этого, за парковку на месте пожарного гидранта предусмотрена административная ответственность. Штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Состояние и работоспособность источников аварийного водоснабжения пожарные проверяют регулярно. Однако синоптики обещают новые снегопады, поэтому обращать внимание на состояние гидрантов следует всем. Обращаемся к жителям города. Если они заметили то или иное нарушение требований пожарной безопасности, то они могут позвонить в отдел Федерального государственного пожарного надзора по номеру телефона 60-33-57 или по телефону доверия 61-45-27. В прошлом году в Заречном зафиксирован 21 пожар. Погибших не было. В 2021 году в Заречном не допущено ни одного крупного пожара, а возникшие были ликвидированы, потушены в тех размерах, в которых они были достигнуты на момент прибытия первых пожарных подразделений. Эта статистика может быть совсем иной, если у пожарных не будет быстрого доступа к источнику аварийного водоснабжения. Всего в Заречном 806 гидрантов. И никто не знает, в какой момент может понадобиться каждый из них. В Зареченских школах началась подготовка к приему будущих первоклассников. Планируется, что в 2022 году за парты сядут порядка 650 выпускников детских садов. В преддверии приемной кампании в городе пересмотрена территориальная принадлежность школ. Подробности выяснила Ксения Тризна. У трех Зареченских школ увеличилась закрепленная за ними территория. Часть адресов, ранее относившихся к другим образовательным учреждениям, передали гимназии номер 216 дидакт, школе номер 226 и лицею номер 230. Мы стараемся исходить из того, сколько детей зарегистрировано по территории соответствующего учреждения. И для равномерного распределения детей по нашим школам с этой целью были внесены изменения. В тех школах, где есть проблемы с комплектованием в ту или иную сторону, то есть недобор или избыток первоклассников, эти вещи все были отрегулированы. Перечень территорий, закрепленных за той или иной образовательной организацией, опубликован на сайте Департамента образования и на портале Городзет. Эта информация особенно важна для родителей будущих первоклассников. Ведь именно те, кто проживает на закрепленной территории, обладают приоритетным правом на поступление в конкретное образовательное учреждение. Набор в первые классы по всей стране начнется в единый день – 1 апреля. Такой порядок установили в сентябре 2020-го. Прием на обучение по закрепленной территории начинается с 1 апреля, продолжается по 30 июня. А с 6 июля по 5 сентября идет прием всех желающих при наличии свободных мест. В новом учебном году планируется принять в школы города 643 первоклассника. Однако нужно понимать, что это плановый показатель. Предела у этого числа нет, поэтому мест в образовательных учреждениях хватит всем. Все дети, подлежащие обучению и достигшие школьного возраста, а это 6,5 и 7 лет, они должны пойти в школу при отсутствии серьезных медицинских показаний. Набор в первые классы стартует 1 апреля. Подать документы можно будет как очно, так и в дистанционной форме. И о спорте. Первые в наступившем году матчи провели участники чемпионата любительской хоккейной лиги Заречного. Победители предыдущего чемпионата сборная пожарных пламя встретились со спортзоной. Первый период прошел с явным преимуществом хоккеистов из МЧС. Пожарные дважды поразили ворота соперника. Во втором голкипер спортзоны пропустил еще одну шайбу. Ну и в завершающем периоде пламя упрочило свой успех, проведя еще одну результативную атаку. Но спортзоне все же удалось размочить счет. Гол престижа в третьем периоде забил Павел Морозов. Итог встречи 4-1 победа пожарных. Во втором матче нового года Динамо встречало на своей площадке новичка чемпионата – хоккейную команду «Чемодановка». Сельчане уступили сборной силовиков 4-2. У «Динамовцев» отличились Артем Исаев и Павел Кабанов, сделавшие по дублю. Два ответных гола забил Александр Кукушкин. Расследование громких преступлений и повседневная работа. Какие задачи решал Зареченский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области в прошедшем году? Об этом через пару минут. Не переключайтесь. По щучьему велению, по моему прошению, вези-ка меня печь во дворец. Кто царевну Несьмеянну рассмешит, потешит? За тобой ее царь… Мы сегодня будем учиться делать reverence. Дочка, да ведь он мужик, немытый, нечесанный. Он же в хоромах-то царских шагу ступить не может. А на что ему хором-то? Братцы, Емеля приехал. Емеля приехал? Да не один, а с невестою. С красавицей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Рустам Сайфулин. Добрый вечер. Добрый вечер. Рустам Усманович, мы встречаемся с вами практически сразу после вашего первого в году профессионального праздника, потому что их два. Почему так получилось? Почему у вас два профессиональных праздника? Ну да, действительно, мы отмечаем два праздника наших профессиональных. И так получилось, что первый профессиональный отмечается по итогам года, а второй наш профессиональный праздник отмечается уже по итогам полугодия. 15 января 2022 года в этом году у нас отмечается также наш профессиональный праздник, который называется День создания органов, День создания Следственного комитета. Указанный праздник еще, если посмотреть во времена, опять же, Петра Первого носил название с момента создания так называемых майорских следственных подразделений, следственных канцелярий, когда в то время хотели разделить и создать именно отдельную структуру, которая бы занималась бы следствием. После смерти Петра Первого те функциональные обязанности подразделений, которые были существовали, они недолго продержались, соответственно, это все влилось в другие ведомства. Но в 2007 году впервые, соответственно, указана структура, когда начала носить название как Следственный комитет, тогда еще был при прокуратуре, в 2007 году создали органы. А самостоятельным органом непосредственно данная структура стала с 15 января 2011 года. В том году было как бы с момента создания 10 лет, соответственно, в этом году уже 11 лет с момента создания. Рустам Асманович, давайте вот прежде чем мы поговорим с вами об итогах года и итогах новогодних праздников, хотелось бы еще раз попросить вас рассказать коротко о том, собственно говоря, чем же занимается Следственный комитет. Потому что вот это вот разделение, есть Министерство внутренних дел, да, отдел внутренних дел, есть прокуратура, есть Следственный комитет. Вот задачи Следственного комитета, какими делами занимается Следственный комитет? Все правильно. В последние годы, конечно, нас больше знают, знают названия нашего ведомства. Изначально, даже в 2011-2012-2013 годы, когда структура только была создана как самостоятельная, когда следователи представлялись как следователи Следственного комитета, люди не всегда понимали. Приходилось иногда говорить следователю прокуратуры, выходцы из этой структуры. В настоящее время, конечно, многие уже граждане знают, чем занимает Следственный комитет. Это расследование тяжких, особо тяжких преступлений против личности. Это преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Тоже это категория тяжких, особо тяжких преступлений. Это должностные коррупционные преступления, которые чаще встречаются. Это преступления, которые могут вызвать общественный резонанс. Это все сообщения, которые могут вызвать общественный резонанс. Налоговые преступления, преступления в сфере уклонения от призыва военной службы. То есть, все перечни статей у нас очень много, и непосредственно орган Следственного комитета наделен такими полномочиями, что он, в принципе, может расследовать любое уголовное дело, потому что мы расследуем уголовные дела и в отношении лиц особо правового статуса, это и депутаты, и сотрудники полиции, и другие, соответственно, лица, относящиеся к указанной категории. Так что наша подследственность, она определена законодательным в нормативном документе в первых строчках, соответственно, те преступления, которые нам под следственностью, они не ограничиваются при расследовании уголовных дел нашей структуры. То есть, мы также, бывает, занимаемся наряду с нашими же составами, занимаемся, и так же бывает, и кражи бывают, и грабежи, и разбои, и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, что чаще вот в последнее время. Ну, и в последнее время очень много развито таких преступлений в сфере в сети интернет. Так что, последственность, она у нас широкая. Руслан Масманович, если говорить об итогах года, то что было в Заречном по вашей линии? Какие тяжкие, особо тяжкие преступления вами расследовались, и были ли они завершены? Да. Ну, если говорить, сравнив 2021 год с предыдущим годом, с 2020 годом, по сравнению, конечно, с предыдущими годами, количество тяжких, особо тяжких преступлений, а именно против личности, это убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, их у нас уменьшилось. То есть было, допустим, одно убийство было, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, я имею в виду те, которые мы закончили, направили уже. Есть те факты, которые имеют место, связанные с возбуждением, которое в настоящее время мы расследуем. Так, относительно все уголовные дела указанной категории, именно против личности, были раскрыты, все лица, они были установлены. По тем лицам, по которым мы дела уже закончили, и в суде, которые были рассмотрены, вынесены обвинительные приговора. Были у нас дела в 2021 году, и мы пресекли преступную деятельность несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотических средств. Помимо расследований нашим следственным отделом, были также окончены и городскими следственными отделами, где оказались жители города Заречного. То есть были такие тоже преступления. Также нельзя не отметить, что были и должностные преступления, и в сфере коррупции были, это коммерческие подкупы, такие преступления имели место быть. Преступление совершено против предоставителей власти. Имело место быть, где у нас потерпевшими были сотрудники правоохранительных, в том числе органов. Активно мы взаимодействовали в 2021 году и в осенний и весенний призыв к просмотрению сообщений преступлений в сфере уклонения от призыва к военной службе. Были привлечены к ответственности на вас в объезду. Да, то есть мы, как бы факт имел место быть, да, в 2021 году также мы привлекали лицо, которое у нас подлежало к призыву и уклонилось от призыва к военной службе. Так что, в целом, 2021 год, если говорить, он прошел, в принципе, ну, как и предыдущие года, но каких-либо таких ярких именно убийств у нас не было. Таких, где были бы жертвами несовершеннолетние. То есть, преступления совершались в основном на бытовой почве, в состоянии алкогольного опьянения. Вот по каждому уголовному делу устанавливали причины, условия, которые способствовали совершению преступления. И принимали меры для того, чтобы все-таки предотвратить в последующем подобные факты со стороны тех лиц, которые, я имею в виду, стали либо свидетелями. Понятно, что человек, совершивший преступление, сейчас уже отбывает наказание. Он свое наказание уже получил в виде реальных сроков отбытия. Но, тем не менее, опять же, преступления совершались либо на улице, либо где-то в квартире, где находились другие лица, с кем они вместе, совместно употребляли спиртные набитки. В настоящее время также мы расследуем те преступления, которые были совершены в 2021 году, которые планируем в этом году, соответственно, их окончить и в последующем направить их в суд. На ваш взгляд, какие самые, скажем так, основные виды преступлений происходят в Заречном? То есть, вот что? Это наркотики? Это все-таки драки? Это бытовуха? Это убийство? Вот что? Ну, я бы сказал, что в Заречном принципе он и за последние годы никогда такими яркими преступлениями против... Резонансными. Резонансными, да. Он не славился. Ну, слава богу. Это хорошо, да. То есть, в этом плане активное взаимодействие происходит и на уровне участковых служб, которые выявляют и пресекают данные преступления. И вот тот уходящий год, он показал, что все преступления были у нас против личности, опять же, возвращаясь, они на бытовой почве. То есть, где-то кто-то кого-то оскорбил, кто-то кому-то сказал какое-то слово, которое было неприятно выслушать. И на этой почве, соответственно, что служило орудием преступления? Это вот, опять же, подручные средства. Либо руками, ногами наносятся телесные повреждения, либо какими-либо подручными средствами. Ну, бывало, и хватали ножи. То есть, было имело место факт. Вот в настоящее время указано, уголовное дело в суд направлено. Ну, вот, имело место быть. Вот в сентябре у нас были события, когда на улице уже выясняли отношения, и здесь уже взяли в руки нож. То есть, вот такие тоже факты имеют место быть. Рустам Исманович, а как Заречный... Ну, да, слава Богу, что Заречный пока еще остается таким островком безопасности. Скажите, пожалуйста, вот Новый год, как встретили зареченцы, были ли какие-то совершенные преступления? Ну, в наступившем году у нас каких-либо преступлений против личности, подследственных нам, где было бы причинено какое-либо преступление, связанное с убийством, с умышленным причинением, повлекшим по неосторожности смерть. Человека таких преступлений, к счастью, не было. Вот, прошли дни спокойно, и, надеюсь, соответственно, так оно в таком духе-то и будет продолжаться. Вот, в том году активной работой была проведена, опять же, органами внутренних дел по выявлению такой категории лиц. Я, опять же, забываю сказать, что в основном-то попадаются те лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, ранее судимые, да, на которых как бы и нужно обращать наше внимание в целях того, чтобы в большей степени-то и от них ожидать такие факты имеют место быть. И они, как бы, в большей степени-то и представляют нашему обществу, нашему населению в городе какую-то угрозу. Руслан Масманович, какие цели и задачи стоят перед следственным отделом, межрайонным Зареченским следственным отделом на 2022 год? На что вы будете обращать особое внимание? Это раскрытие преступлений, в первую очередь. То есть ни одно преступление не должно быть нераскрытым. То есть мы обязаны установить, соответственно, всех лиц, которые совершили преступление, выяснить обстоятельства совершенного преступления, это вот одно из самых основных критерий нашей задачи. А также все те же самые направления, это преступления и против личности, совершенные и в отношениях, и самими несовершеннолетними. Это работа и с гражданами, рассмотрение их обращения. Это работа и по возмещению, соответственно, в доход государства. Это уплата, не уплата налогов. Так что направлений у нас очень много в этом плане, по которым нам также предстоит. Оценивать и оценивать нашу деятельность, наше подразделение, это, конечно же, в большей степени от удовлетворенности самого населения по поводу того, как правоохранительный орган работает, как, соответственно, работает при расследовании преступлений, при раскрытии преступлений. Не допустить, конечно же, и в своей работе брака. Это тоже основные критерии оценки нашего. Потому что следователь, допустивший брак, соответственно, в работе тоже получает неудовлетворенность и, соответственно, со стороны руководства тоже нарекания в этом плане. Вот как раз об обращении граждан. Буквально несколько слов. По каким вопросам к вам обращаться? Потому что, да, есть какое-то определенное разделение, целый ряд правоохранительных органов. Вот с какими вопросами обращаться к вам? То есть когда уже убили? И вот что? Ну, к нам, в принципе, граждане обращаются по тем вопросам, которые их тревожат, конечно же. Это и кто-то недоволен расследованием уголовного дела, кто-то недоволен рассмотрением сообщений о преступлении. То есть это вот основной критерий тех лиц, которые к нам обращаются. Есть люди, которые к нам обращаются, потому что, обратившись в другие органы, они не получили какой-то помощи, соответственно, в их вопросе, в решении их вопроса, обращаются в Следственный комитет. Конечно же, если вопрос относится к нашей компетенции, мы их рассматриваем в порядке, соответственно, федерального закона и в последующем уже решаем в порядке уголовно-процессуального законодательства или как. Если это все не относится к нашей последствии, мы даем им, соответственно, установленные сроки разъяснения. А так, я говорю, вопросов очень много, по которым к нам можно обращаться и нужно даже обращаться, потому что бывают те вещи, которые вызывают общественный резонанс. Так что были случаи у нас, где и к нам обращались по поводу именно оказания каких-то помощи детям-сиротам. То есть тоже как бы с нас никто не снимает эту ответственность. Ну, в то же время же, в то же время следственные органы у нас не замыкаются только на расследование уголовных дел и рассмотрение сообщений о преступлении. Мы свою деятельность стараемся освещать, в том числе и благодаря вам, вашей структуре. Ну, и также в параллель мы осуществляем активное, соответственно, участие в жизни города. Это и поздравляем ветеранов, и ходим в детские дома, соответственно. То есть как бы тоже на этом не замыкаемся. В школе особенно ученикам пытаемся разъяснить, кто такой следователь, для чего он нужен вообще, для чего, для какой пользы обществу может он принести. Ну, о профессии следователя мы с вами, наверное, еще поговорим в этом году. Наверняка с вами встретимся. Ну, и в завершение хотелось бы поздравить вас и в вашем лице всех ваших коллег с профессиональным праздником. Спасибо. Всем у самого доброго. И хотелось бы пожелать, вот вы знаете, я всем сотрудникам правоохранительных органов от души желаю, чтобы у них было поменьше работы. Потому что чем меньше у вас работы, это значит, спокойнее живет общество. Поэтому большое спасибо вам за участие в нашей программе. Всего самого доброго. До свидания. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам. Всего самого доброго. И до встречи на канале «Заречный». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...